Третья волна коронавируса. Насколько оправданы принимаемые властями ограничительные меры? Все, в принципе, неправильно. И ограничения, я так понимаю, и прививки и тому подобное. Поэтому я считаю, что кто сидит в Минздраве, я думаю, что это жулики и вары. Поэтому больше я не могу ничего сказать. Я против. Я бы с удовольствием, не знаю, наверное, даже так. Я считаю, что меры, принимаемые нашими властями по ограничению различных мест, достаточные. Меня все устраивает. Я поставил прививку, у меня есть QR-код, я хожу. Меня устраивают пустые рестораны, меня устраивают то, что я везде хожу и нет толпы. Потрясающе. Меня устраивает тот факт, что власти отменили ПЦР-тест для возвращающихся из-за рубежа. Поэтому все нормально. И цифры говорят о том, что Москва делает все правильно. Потому что идет снижение в Москве, в России роста, а в Москве снижение. Поэтому меня все устраивает. Я пока не знаю, ничего не знаю. Я считаю, что они не те, которые надо принимать. Вот у меня такое мнение. А какие именно должны на ваш взгляд? Я считаю, что это глупость людей не пускать в кафе, а в Турцию пускать. Это бред какой-то. Я вообще не понимаю, что за ерунда. Я считаю, что нужен индивидуальный подход. Так нельзя всех поголовно закрыть и запретить, и всех заставить прививки ставить. Мне кажется, это неправильно. И кафе закрывать это неправильно. Лучше, конечно, на лавочке. Это гигиеничник, конечно, сидеть, пить и есть. Это бред вообще. А вот я заболела, а ко мне врач не хотел приходить, потому что температуры нету, например. А я коронавирусом болела, у меня тоже температуры не было. Вот это я не понимаю. Стояла за то, чтобы больничный закрыть в больнице. Четыре часа в очереди. Представляете, сколько инфекций нужно за это время собрать? Это кому вообще надо? Я считаю, что меры принимаются не там и не те, которые нужно. А те, которые нужно, вообще всем наплевать на то, что на самое главное. А как вы думаете, какие именно должны быть? Ну, первоочередные, на ваш взгляд. Ну, представьте, вот четыре часа в больнице просидеть в очереди. Ну, что-то нужно для этого сделать, чтобы не четыре часа люди сидели, чтобы закрали больничный. Цепляешь инфекции лишние. Вот с этим что-то нужно делать. Какие-то конкретные вещи, а не лавки закрывать и столы в кафе. Я не понимаю. Нет, ну, почему нужны какие-то ограничения? Ну, ограничения не так, как он вводит, он в маске, все, прививки. Транспорта, я думаю, что не будет. Или нигде не будет. Не пройти, турникет не пройдешь. Очередь какие-то ставим. Ну, вот, а те меры, которые уже приняты, они избыточные или достаточно? Нормальные. Я чуть не замечал, что там что-то избыточное было. Ну, это какие-то полумеры. Здесь необходимо либо ограничивать и действовать очень строго, либо не ограничивать. Вот мое мнение. Я вчера приехала с юга, вот, и, как бы, там никаких масок нету и никаких ограничений нету. Поэтому здесь необходимо водить либо по всей стране, вот, либо не водить нигде, а то иначе толку не будет. А на юге где другие? В Сочи было. Все заведения работают, рестораны все работают, все рестораны быстрого питания, кафе, все сидят на улице и кушают без масок. Там ничего такого нету. Поэтому, ну, для меня странно, когда что-то где-то везде все работает, там ничего нету, а в Москве есть какие-то ограничения. На себе я каких-то жестких ограничений по поводу этого QR-кода не считаю. Если понадобится, то да. Кем-то мы должны, как сказать, ну, поступиться, да? Потому что не все выживут в этом ожидании всеобщей иммунизации. Я считаю, что это абсолютно неправильно, это негуманно. И поэтому все эти меры, которые некоторые думают, что они излишние QR-коды в ресторанах, и я даже согласна с QR-кодами, не знаю, на транспорте, но в метро, я думаю, это невозможно обеспечить, но это просто нереально. Вот, но на транспорте, ну, автобусы, например, где не такой поток, пассажиры поток, да? Я думаю, что это возможно сделать. Потому что, опять же, школьники уже второй год практически не учатся. Это не обучение, особенно для младших школьников. Вот, мы и на своих детях, как бы, да, негативно это отражается, ну, и на всем обществе. Очень много факторов, которые просто насваливают глубокий кризис. И мы не можем сидеть и ждать, да, просто. Это, по сути дела, та же самая война. По Саратову ограничительных мер, как таковых, нету. Можно зайти спокойно в Макдональдск, в Си, там, Бургер Кинг и спокойно посидеть. То есть, главное, чтобы на руках была маска, но, как таковой-то, ее никто не просит одевать. Вот, в кино так же спокойно можно прийти, посидеть, сходить на сеансы, все. Кафе, рестораны? Так же. Чайхана, узбечка, свободно можно приходить. Мне кажется, что это очень хорошо, эти меры, которые вот для людей они делают. Летом такую жару в 30 градусов, в перчатках руки вот мокнут. Вот видите, мы работаем. Это просто, я считаю, что это просто жестоко. У них руки вот мокнут и все такое прочее. Я считаю, что это не спасает. Наверное, возможно, если коронавирус действительно такой существует, то, наверное, маски нужно оставить определенно. Единственное, что меня удивляет, что, почему коронавирус только в Москве. Если введут допуск в транспорт по QR-коду, правильно ли это будет? Я считаю, что неправильно. Это мое мнение. Неправильно. Я вообще считаю, что не должно быть никаких QR-кодов. Это личное мнение человека. Либо он защищается маской, либо нет. Либо делает прививку, либо не делает. Я считаю, что так. Хорошо. Маски вообще не нужно носить. Они не спасут ни от чего. И в какой-то мере нужно, может быть. Потому что действительно, вот это дыхательное... Если говорят, что люди умирают в больнице, возможно, это опасно. Потому что я знаю, у меня там и по друзьям, и по группам многие реально люди умерли. Не просто со стороны, там, в Ютубе где-то прочитала. А реально люди страдают от этого заболевания. Но только откуда оно взялось, неизвестно. То есть вы даже знаете людей из вашего окружения, которые реально погибли? Я знаю это с одного источника, да. То есть точно, что люди умерли. Может, там ставят коронавирус. Я знаю, что они издыхались в воспалении легких. Я не знаю, что такое коронавирус. Это тоже воспаление легких или нет. Но реально воспаление легких. То есть реально людям было тяжело дышать, да. Знаю. Несколько случаев точно знаю. Скажите, а что касается транспортной сферы Москвы. Поскольку вы работаете контролерами, да. Есть ли информация, что водителей обяжут, может быть, вы общаетесь с ними, обяжут именно прививаться и оформлять вот эти пропуски соответствующие. Вас, наверное, тоже обязали сделать прививку? Ну, понятие обязали, опять же. Ну, говорили. Рекомендовали. Рекомендовали, да. Обязали, не очень обязали. Ну, да. Кто-то сделал у нас прививку. Есть некоторые, которые не сделали. Но я думаю, что это их дело опять решать. Правильно ли, что власть увольняет, если человек не сделал прививку? Ну, не увольняют. Я не видела, чтобы кого-то уволили. Нет. Может быть, хотят отстранить, но еще никого не отстранили. Я не могу сказать то, что... Я не вижу никаких людей, которые отстранили конкретно у нас. Не было такого. У нас многие привились. Ну, с теми людьми, которые разговаривали, они привились и привились. Они не хотели, наверное, они это не сделали. Или, возможно, мы уже поменяли место, где не так много. Мы с транспорта работаем, правильно? Там в торговле. Где больше вот этой опасности? Ну, чтобы кто-то сделал и сказал, что я вот сделал, и вот меня заставили. Нет, такого не было. В процентном соотношении из общего количества пассажиров сколько людей находится в масках и в перчатках? Большинство. Есть люди, которые без маски, без перчаток, но, как правило, замечаем все равно, что входим, начинают при нас сразу маску одевать. Или, по крайней мере, говорят, что вот она у меня грязная, и там, например, упала, сейчас нет. Ну да, я за маску. Вот так-то так. Очень мало людей, которые говорят, я этого делать не хочу, одевать не буду, принципиальные такие, да, очень мало. Но в основном все одевают, да, перчаток многих нету, в масках многие есть.